По своим техническим характеристикам, мост на сегодняшний день изношен на треть, но меньше всего опасений вызывают именно опоры. Они повреждены лишь на 14%, а вот больше всего на 70% повреждено дорожное покрытие. Переправа района Нового Минусинска соединяет город с коттеджным поселком, ей уже полвека. Мост дорожники никогда не ремонтировали и сейчас он находится в плачевном состоянии. Водители то и дело скачут на ухабах, а пешеходы жалуются, мост под ногами ходуном ходит. Как оказалось, история ввода моста в эксплуатацию весьма любопытна. В 60-х принятие объекта так и не состоялось. Проверяющие мостом остались недовольны. Впрочем, как и Краевая комиссия, которая оценивала переправу месяц назад. Разговоров о аварийности моста нет. Ни одна комиссия, которая проверяла состояние этого моста, не признала его аварийным. Есть заключение комиссии, что оно не удовлетворительное, не более. Движение разрешено по нему, просто произведено ограничение. Большегрузы и пассажирский транспорт теперь едут только в объезд в районе Кольца Селивания, Хаиле Кольца на Кызыл. Путь хоть и долгий, но более безопасный. Между тем, власти Минусинска намерены уже в этом году все же реконструировать металлобетонный мост. Первый этап уже почти завершен. Построена специальная объездная дамба. Сумма финансирования на сам ремонт предусмотрена 69 миллионов рублей. В бюджете города также предусмотрено финансирование. На сегодняшний день решается вопрос в правительстве Красноярского края о выделении этих денежных средств. Если финансирование не затянется и будет своевременным, то ремонт моста начнется уже этой весной, завершится в течение года. Пока же многим водителям придется вынужденно наматывать лишние километры. Катерина Ярушина, Владимир Байкалов. Новости, 7-й телеканал.